С каждым днём появляются всё новые доказательства того, что боевики в Сирии на занятых ими территориях издевались и истребляли жителей, которые отказывались вставать в их ряды. В Алеппо, из которого сейчас выводят по мирным коридорам простых сирийцев, террористы почувствовали, что теряют контроль и делают всё, чтобы люди не вышли. Они обстреливают улицы, поэтому маршруты, которые ведут к коридорам, приходится постоянно менять. Путь этот чрезвычайно опасен. В этом убедился наш корреспондент Клим Санаткин. Он находится в Алеппо и вот его репортаж. Когда-то одна большая улица, а теперь пограничная зона. В сотне метрах отсюда позиции террористов. О том, что война и мир здесь так близко, говорит тот факт, что в этих домах живут люди. Балконы, окна занавешены. Работают снайперы. Район Салах-1. Периметр охраняют солдата сирийской армии. Прикрывают мирных жителей, которым удается бежать из оккупированных боевиками территорий. Через несколько минут проходит информация. Террористы могут открыть огонь. Беженцы меняют маршрут. Выходят через соседние улицы. Там безопаснее. Целыми семьями и поодиночке. Женщины, старики, дети. Изможденные войной, издевательствами и голодом. Сил почти нет. С собой самое необходимое. Они выбирались несколько часов. На рассвете. Я бежала со своим ребенком перебежками квартал за кварталом. Прятались от минометных обстрелов. Снайперы стреляли по нам. Обратного пути не было. Если бы остались, нас бы убили. Террористы мучили нас. Издевались. Брали наших мужчин. Заставляли их идти на джихад против государства. Теперь я счастлива, что мы в безопасности. Террористы били меня по голове прикладом автомата. Вот, рана еще не зажила. Моего сына убили. Его тело террористы так и не отдали. А жену взяли в плен. Я не знаю, что с ней. О том, что работают гуманитарные коридоры, мирные жители узнали из информационных листов с подробной схемой выходов, которые продолжают сбрасывать над районами, охваченными войной. Всех людей тут же регистрируют, проверяют документы. Тех, у кого их нет, вносят в отдельные списки. Там говорят, что это революция за свободу. Но на самом деле никакой свободы нет. Никакой свободы выбора. Если ты не с ними и не выполняешь их приказы, они сразу открывают огонь. Я счастлива, что мои дети наконец-то пойдут в школу, потому что там террористы запрещают детям учиться. Сразу после пересечения границы всем беженцам раздают гуманитарную помощь эти продукты, позволят им выжить первые дни. Сегодня нами было привезено сюда 8 тонн гуманитарного груза. Более 200 человек сегодня прошло пропуск. Соответственно, сейчас им оказывается гуманитарная помощь в виде круп, консервов. Люди тут же оказывают медицинскую помощь. Кто-то месяцами не получал необходимых лекарств, кто-то ранен. Больницы на занятых боевиками территориях не работают. Халифу-16 ходить не может. Редкое заболевание кожи. Его вывозили в этой самодельной тележке. Болезнь сжигает его изнутри. Два года мы были, по сути, в заложниках у боевиков. Всё это время мы не получали необходимой помощи. Там нет лекарств, хороших врачей. Мы надеемся, что теперь нам окажут необходимую помощь. Госпитали в Алеппо переполнены. Скорая подъезжает каждые 15 минут. Среди пострадавших много детей. Али Ассали бежал два дня назад из восточной части Алеппо, которую сейчас контролируют боевики Джабхат Ан-Нусра. Два года я болел. С каждым днём мне становилось хуже. Врачи говорят, что ещё несколько недель, и я бы не выжил. Теперь всё хорошо. Я в безопасности. Всех людей, которые сегодня снова вернулись в мирную жизнь, сейчас разместили в гуманитарных центрах приёма беженцев. Временный дом. Сколько придётся здесь прожить, точно не знает никто. Клим Санаткин, Вадим Денисов, Илья Репнин, Владимир Беляев. Первый канал. Алеппо. Сирия.